Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Я познакомилась на сайте знакомств с мужчиной. В анкете стоял на серьезные отношения. Сразу написал свой телефон, просил написать ему. Я так и сделал, а сейчас он проводит интим по видеосвязи, показывает мне свои достопримечательности телесные. Я постоянно от него отбиваюсь. Он сказал, что скоро приедет в наш город на новогодние каникулы. И что-то мне страшно уже с ним встречаться. И мне кажется, что я как-то себя неправильно веду, раз вызвало такой сексуальный интерес к мужчине. Не знаю, как поступить. Мужчина очень понравился, но он страшный манипулятор. Ну, во-первых, давайте вот по порядку. Мне кажется, что вопрос достаточно серьезный. А вот форма вопроса, она какая-то получилась, на мой взгляд, что называется скомка. Да? Ну, по крайней мере, по крайней мере, с моей точки зрения, получилась скомка. Во-первых, если мы говорим о том, как поступить, то это больше про то, как поступить, чтобы что. Да? То есть, ну вот, если поступить, да, то поступить как-то, чтобы что. Вы чего хотите-то, в итоге. Вот. Потому что, ну, мужчина, он вот такой, какой он есть, он, скорее всего, не изменится. Да? Потому что он вот такой. Если для него вот так, то, ну, вот так. Тут как бы ничего не поделать. Так. Я познакомился на сайте знакомых мужчин, и в анкете стояло серьезные отношения. Смотрите. На мой взгляд, знакомство в интернете для серьезных отношений, ну, несколько наивно. Да? Ну, не знакомятся люди в интернете для серьезных отношений. Потому что серьезные отношения предполагают что-то общее. Между людьми в интернете общего ничего практически нет. Если что-то есть, то это общие интересы, да, но даже эти общие интересы для людей в интернете обладают довольно специфическими историями. Довольно специфическими характеристиками. Они очень, что называется, абстрактны, я бы сказал. Поэтому мой вопрос здесь к вам, да. Каким образом вы выбираете знакомиться в интернете для серьезных отношений? Второй вопрос, который здесь можно задать, это вопрос такой. Вам лично серьезные отношения нужны для чего? Понимаете, когда серьезные отношения нужны, вот что называется, ради серьезных отношений, ну, здесь как бы уже сам человек отходит немножечко на второй план. Здесь не так важно, что я хочу сделать для человека. Здесь важнее то, что я хочу получить или иметь сам. Ну, в вашем случае сама, да. Ну, вот. То есть, таким образом получается, что мои желания, как будто бы, становятся в завис... Ээээ, ставятся, точнее, в зависимость от желаний другого или просто от другого человека. Это и есть путь к зависимости. Такой вот прямой путь к зависимости. Дальше. Эээ, что касается интима по видеосвязи, демонстрации всего-то, всего этого. Я не думаю, что здесь вы как-то этому поспособствовали. Я, естественно, не знаю, как вы общались. Я, естественно, не знаю контекста вашего взаимодействия. Может быть, какая-то провокация, так скажем, была. Но, по вашему описанию, я бы не сказал, что такая провокация присутствовала. Я бы так не сказал. Я бы сказал, что, скорее, мужчина сам демонстрирует свою вот, эээ, ну, такую, эээ, скажем так, эээ, такую направленность, как бы. То есть, он демонстрирует, эээ, свою направленность, именно, вот, эээ, в этом направлении. В направлении, именно, вот, эээ, что называется, эээ, интимного. Да? Вот. А, как-то, вот, именно, что-то, чего указывало, что указывало, указывало бы на то, что он хочет серьезных отношений, нет. Если только не воспринимать, эээ, серьезные отношения, как те, эээ, готовность, которым он демонстрирует. Желания, которых он демонстрирует. Вот. Понимаете, да, какая штука в данном случае получается? Какой аспект, в данном случае, мы, эээ, имеем, как бы, вот, в качестве объекта нашего рассмотрения. Дальше, эээ, вы пишете про, эээ, то, что постоянно от него отбиваетесь. Вот, как бы, здесь, на мой взгляд, довольно, эээ, печально получается история, что, происходит что-то, что для вас неприемлемо, судя по тому, что вы описываете. Но, по какой-то причине, вы не говорите мужчине твердое небо и твердо, четко свои личные границы не выставляете. Вы говорите, что он вам понравился, забегающий вперед. А чем? Если он вам понравился, то чем? Дальше, мне сразу с ним встречаться, чего боитесь? Кажется, что неправильно себя веду. Но, эээ, если вы себя и ведете неправильно, то это не в контексте, эээ, какого-то интереса к вам, а это, в целом, эээ, подход, подход к построению отношений. Дальше, эээ, не знаю, как поступить. Как поступить, чтобы что? Мужчине очень понравился, ну, как бы, чем-то, чем понравился, а, он страшный манипулятор. Эээ, из чего вы сделали такой вывод? И, эээ, самый лучший способ, эээ, против манипуляции, это быть собой. Эээ, если вам собой быть сложно, если вам выражают свои желания и нежелания, эээ, сложные или вы боитесь, то, конечно же, вами можно будет манипулировать. Поэтому здесь работа с личными границами и уверенностью в себе. эээ, рекомендуется. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Эээ, желаю вам всего самого доброго и удачи. Обратная связь нужна, в первую очередь, вам, для формирования базовых постулатов для дальнейшей работы. Продолжение следует...